Здравствуйте, я Евгения Медведева. О том, что помогает хорошему танцору и какое прозвище получил внутри танцевальных коллективов, спросим у режиссера-постановщика Георгия Ковтуна. Артист украинского балета, балетмейстер, хореограф, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан, немало почетных наград и званий в копилке у Георгия Анатольевича. Как сам признается, он режиссер всеядный. Вчера ставил спектакль, сегодня балетную постановку, а завтра уже цирк или ледовое шоу. Ему интересно работать с разными коллективами и с разными жанрами. Георгий Анатольевич, добрый вечер. Расскажите, ну вот приехали к нам в Череповец, будете ставить новую постановку. Расскажите, чем она будет уникальной, что она из себя представляет и много ли сил будет потрачено на то, чтобы все-таки она была? Ну, сразу скажу, что, конечно, то, что я сейчас создаю, это немножко непривычно для ансамбля песни и танца, которым является «Русский север». Вот, это совершенно как бы новый жанр, хотя это музыкальный жанр, но как бы в другой ипостаси. Дело в том, что этот год Валерия Гаврилина – это удивительный композитор, с которым я был когда-то знаком очень хорошо, «Царство небесное». Это удивительный композитор, я считаю, что один из величайших композиторов России, вот, на уровне Штаковича Прокофьева. Он более такой русский, но еще как бы не очень, я считаю, как бы признан миром, но это не за горами. Значит, в ансамбле «Русском севере» есть какая-то особая специфика, есть и песни, есть танцы, есть какие-то миниатюрки сделанные. Здесь же мы вышли на огромный большой спектакль, на спектакль «Скомарохи», который наиболее написан Валерием Гаврилиным. Дело в том, что многие годы этот спектакль был запрещен цензурой в свое советское время, и вот, наверное, как бы сейчас настал тот период, когда его можно воспроизводить в жизнь, что и ансамбль сейчас пытается сделать. Это необычно, потому что такая вокальная-хореографическая история, но это ближе все-таки к классическому спектаклю. Мне кажется, что для ребят это большая школа, ребята здесь очень талантливые, очень способные, оказались молодые, пытающиеся что-то найти, что-то сделать. Это очень приятно и очень радует, потому что они проходят школу жестокого выживания у меня, потому что я стал очень таким жестоким диктатором. Это с одной стороны, с другой стороны, конечно, хочется поднять их намного выше, хоть на вершок, но ближе к звездам. Сегодня, завтра будет поздно, пусть приподнимают потолки. Жизнь наша артистическая очень короткая, и поэтому хочется как можно больше сделать. Ну что, всегда, знаете, что-то незнакомое первое, но непонятно, что из этого получится. И отторгается, соответственно. Ну как бы да, отторгается, но здесь я пока этого не чувствую, потому что я вижу, как вся труппа идет за мной. Это и хор, и балет, и музыканты. И, в общем-то, я попал в очень хорошую, теплую, добрую обстановку, в которой очень приятно работать и создавать некое произведение. Но вот мне поделились и сказали, что даже хор будет танцевать, что для них совсем не свойственно. Не даже хор будет танцовать, а он уже танцует. И он танцует и поет. Ну вот расскажите, вообще, насколько важно, чтобы у танцора было какое-то, может, назой музыкального образования, чтобы он это все слышал и как раз музыку пропускал через себя? Естественно, конечно. Поэтому я знаю, что ребята многие окончивают музыкальное училище, училище Культ Просветов. Естественно, без подготовки, конечно, нельзя. Хотя бывают самородки в народных плясках, бывают самородки, играющие на гармошках, которые не знают ни одной ноты. Но в принципе, конечно, надо стремиться к более классическому искусству. Можно выучить ноты, надо выучить по танцевальному движению, тогда легче работать. Когда тело, а тело – это как краска, понимаете? И я должен рисовать любые оттенки этим телом, чтобы получилась картина. И чем больше краска она податливая, чем воспринимающая в себя разные тона, да, может быть, смешиваться с какими-то другими красками, чтобы создавать нечто новое. Все знают немало шуток про то, что мешает плохому танцору. Но тогда что же должно быть у хорошего? У танцора, как ни странно, должен быть интеллект. Вот при всем при том, да, увы, все-таки для того, чтобы работали руки-ноги, чтобы происходило что-то, что можно было комбинировать, должна работать голова, это в первую очередь. Голова – это компьютер, который посылает импульсы в любые части тела и заставляет их там двигаться или создавать что-то такое, заставляя тело как бы, ну, вот растягивать его, да, или там прыгать надо, вот ты не хочешь ничего это делать, он может тебе говорить «надо, надо, надо, надо». Дело в том, что танцевальное искусство – это же люди-уроды. Это люди-уроды, я понимаю ваше удивление, потому что классический балет, когда ребенка дает 8-10 лет в училище, ему выкручивают руки, ноги. Ведь вы же не видите, чтобы человек ходил под такой позицией в жизни на улице. Вы нигде не увидите скульптуру с вывернутыми ногами, если не специально какой-нибудь гротес. Все красивые скульптуры, ноги завернуты, стоят, понимаете. Это искусственное искусство, то же самое и в народном танце. Каждый человек заставляет делать присядки, там растягивают ему ноги, он такие трюки, кувыркается. Это все неестественно для простого человека. Но это искусство, которое создано специально. Это как бы, ну, как знаете, изобретение какой-нибудь краски. Или как бы выводят селекционеры какое-нибудь или растение, или животное. Появляется что-то новое. Поэтому человек учится для того, чтобы быть на сцену 8-10 лет. Если он артист балета, 8-10 лет для того, чтобы быть на сцену. Вот. Поэтому это очень тяжелый труд. Я считаю, что это один из самых сложнейших видов искусства. Потому что есть цирк и есть балет. Потому что в других видах искусства как-то немножко полегче. А здесь нужно забыть обо всем. Каждый день станок, каждый день тело должно находиться в тренинге. Это как у спортсменов. У спортсменов у них более, как бы, короткая жизнь. А все-таки артистов балета чуть больше. Поэтому человек, когда следит за своей формой, это обязательно. Приходится чем-то жертвовать во имя чего-то главного, во имя искусства. Приходится где-то что-то не поесть ладенького. Не поспать, может быть, больше, чем надо. Ну и не столько уделяется время семье, как хотелось бы. А постоянные переезды, гастроли, самолеты, автобусы, гостиницы, разные условия. Это каторжный труд. Если зритель видит красоту на сцене, то все сверкает. Это такая радостная. Это зритель должен знать, сколько стоит за этим труда, крови, пота. Вы себе даже не представляете. Ну, человек покупает билет, ему неинтересно этот запах в листах, что там происходит. Где-то это пыль, грязь или там еще что-нибудь, травмы. Он приходит смотреть искусство. И ради этого все артисты, работающие в Русском Севере или в других театрах, ради этого люди работают. Вы поработали с чукотскими танцорами, поработали с череповецкими. Да, очень трудно. И с киевскими. Вот расскажите, вообще где, чего и как? То есть вообще как это происходит? Приходится ли где-то подстраиваться? Какой-то, может быть, местный венталитет есть у них? Ну, конечно, обязательно, да. Понимаете, чукотский и скиморский ансамбль, которого я создал, Рогерон, допустим, он совершенно не похож на русский север. Хотя и тот, и тот находится на севере. Но тот находится на таком дальнем севере. Поймите, что танцы, они ведь состоят из чего? Танцы состоят из подражания природы. Очень много. Но на севере что есть? На севере тундра. Никаких тебе деревьев, ничего. Но там есть морожи, там есть тюлени, там есть белые медведи. Поэтому там есть иранки. В общем, каждая, как бы, не каждая страна, вот как, ну... Каждый регион? Ну, каждый регион, да, имеет свой ландшафт. Так ни странно, это тоже влияет на искусство очень сильно. Потому что, вот если чукча, у них, допустим, танцевальная история, как верхняя часть тела движется намного ярче, чем нижняя. Потому что на морозе вы не потанцуете, а танцуете в ярангах. Яранга маленькая, места мало. Вот. Но зато есть спортивные соревнования такие, там прыгания через нарты, еще чему-нибудь. Поэтому ты создаешь, естественно, когда коллектив какой-нибудь, там или чукотский, или тувинский, то, естественно, привязываешься сначала к местности, к истории народа, обязательно к истории народа, к истории костюма. К легендам, к литературе, к изобразительному искусству. Очень перелопатываешь, как говорится, очень много материала для того, чтобы создать. Я считаю, чтобы было это близко своему народу. Остается пожелать, чтобы действительно постановка, которую делаете сейчас в Чириповце, была уникальной и порадовала зрителей, и вас в частности. Спасибо. Это был Георгий Ковтун. Ну а кто придет в следующий раз смотреть через неделю?